Всем привет! Вы на канале Живи в Сочи. Меня зовут Никита. Я работаю риэлтором в этом прекрасном городе. И посмотрите, в каком классном жилом комплексе мы сегодня находимся. Посмотрите на этот ландшафтный дизайн, на этот фонтан, на это озеленение, на эти спортивные площадки. Данный жилой комплекс называется Сокол. Находится он в самом центре города, практически в самом центре города. Чуть-чуть он относится к завокзальному району. Комплекс состоит из двух корпусов. В каждом из них по два подъезда и по два лифта. Соответственно, в домах такого класса на первом этаже всегда присутствует коммерция. Здесь предполагается на первых этажах спа-комплекс, бизнес, детский центр, ну и в принципе продуктовый магазин. Также в домах присмотрено, конечно же, консьерж-служба. Я специально взял с собой такую, как ее назвать, шпаргалочку, да, чтобы вам максимально достоверную информацию донести и ничего не забыть. Дальше, что мы можем сказать. Что касается территории, как вы можете видеть, на территории детские площадки, спортивные площадки, зеленые зоны, ландшафтный дизайн. Здесь территория закрытая и, конечно же, охраняемая. В этих домах используется панорамное стекление, благодаря чему у вас из квартиры будет прекрасный вид на море. Сейчас мы еще зайдем вовнутрь, посмотрим непосредственно квартиры и посмотрим, какой вид открывается из данных квартир. Что касается, что находится рядом с этим жилым комплексом. Рядом находится, не раз я повторял, что завокзальный район, чем привлекательнее, что здесь есть вся социальная инфраструктура. Это школы, гимназии, детские сады, больницы, банки. Рядышком здесь, кстати, находится бизнес-центр «Сокол». А теперь давайте покажу вам подъезд. Я не знаю, подъездом даже это не назвать. Это холл, холл, шикарный холл. Посмотрите, друзья, какая красота. Какая люстра, какая почта. Шикарно. Давайте пройдем сюда. Здесь не менее шикарно, даже более. Посмотрите. Здесь у нас место консержа. Консержу в этом доме тоже повезло. Она будет здесь в шикарной такой мини-студии жить, находиться. Ну и здесь зеркало, для того, чтобы вы с отличной прической всегда выходили из дома на улицу во внешний мир. И проходим в квартиру. Квартира у нас с видом на море. Посмотрите, какая красота. Слоугольничка. Вид просто бомба, как у нас говорят. Куря, вам нравится? Не будьте безмолдны. Балкон небольшой. Ну, в принципе, для того, чтобы здесь посидеть, попить кофе, поставить стульчик, маленький столик, террасный специальный. Я думаю, места вполне достаточно. С этой стороны горы. С этой стороны море. Чтобы вы понимали, наверное, где мы находимся. Вот это улица Первомайская. Вот этот Первомайский 19. А21, за ним Первомайский 19, ЖК Фанькона. Вот здесь улица Войкова. То есть мы находимся где-то примерно в 800 метрах от центра города. Ну, и где-то в километре от центрального пляжа, от центральной набережной. Вот. Давайте по квартире вам расскажу правильно. Квартира эта площадью 38 квадратных метров. По цене она 7900. 7800. Честно говоря. 7900 мне подсказывает отдел продаж. Не пугайтесь, что такая цена. В принципе, вы сами все видели. Сколько ставится планировка, как бы распланировал я. В принципе, сюда бы поставил санузел. Здесь, собственно, как раз-таки мокрая точка находится. Ну, и здесь бы не стал бы студию делать. Все-таки разграничил бы вот так стеной. Здесь бы сделал спальню. А здесь вот такую вот шикарную кухню с видом на море. В принципе, квартира в правильной квадратной форме. Здесь особо, я думаю, что-то удумывать не надо. Все это будет. Вы можете стоять как студию и находиться в этом большом инстанции. Всегда имейте в виду, что квартира, когда черновая, она всегда смотрится чуть меньше, чем когда она уже с ремонтом. Покажу вам еще одну квартирку с видом на подбор. Она у нас в очереди 2 раза в большом чем-то. Сразу давайте поясню. Площадь ее 63 квадратных метра. Цена 8 848. Также она идет с другой. Крультуры большой террасы. Ну, это для любителей террас. Терраса, конечно, классная. Но печально то, что все-таки она входит в площадь квартиры. То есть вы за нее платите, как за полезные метры. У нас в Сочи везде так. Везде за балкон приходится платить не полсуммы, а полноценную всю сумму. В трусах не выйдешь, короче. Кстати, да, вот здесь получается, что балкон из соседних верхних квартир. Ну, это не круто. И самая недорогая квартира для этого жилого комплекса, если вы накопили 3600 и вы хотите сюда попасть, то вы можете купить квартиру 17 квадратных метров на первом этаже. Тут даже музыка играет, смотрите. На первом этаже, я, кстати, поясню, здесь идут апартаменты. То есть это, другопоговоря, нежилое помещение. Ну, в принципе, все то же самое, только без возможности прописки. А, это не дошло. Рабочие для себя. Разликаются. Вот, можно посмотреть олени. Итак, еще один апартамент, 30,9 квадратных метра. Сейчас снимаю со своей руки. Итак, проходим. Справа мы видим санузел, если я не ошибаюсь. Здесь комната у нас с видом во двор. На зелень, на ландшафтный дизайн. И еще одна комната. Так, проходим, проходим. Аналогичная комната. Да, как видите, она уже с отделкой. Это причесовая отделка. Уже выделены комнаты. Так, ну и санузел. В принципе, хорошего, такого размера. По ценам сейчас не сориентирую. Сейчас подпишу под видео. Хорошо? Также здесь имеется подземный паркинг, надземный паркинг, гостевой паркинг. Пойдемте, покажу вам подземный. С него вы можете, то есть, поставить здесь машину и спокойно пройти в лифт. И подняться себе в квартиру. Очень удобно. В принципе, на всю площадь дома. Подземный паркнг. Что касается немаловажности, забыл такое сказать, что за обслуживание, сколько плата, плата в районе 70 рублей за квадратный метр. Все, мы выходим. У нас отдел продаж очень спешит. Мы заняли и так уже очень много ее времени. Очень много покупателей. Очередь целая. Сейчас выйдем, я тогда поделюсь своими впечатлениями. Расскажу, что мне понравилось, что не понравилось. Совсем забыл сказать, друзья. Специально меня видит, спасла все-таки моя шпаргалка. Немаловажный очень фактор, что дом строился и строится по ФЗ-214. Не сказал тоже вначале, что дом еще не сдан. Он уже, в принципе, физически готов. Единственное, по документам он будет сдан в конце этого года. Что касается документов, то, что здесь ФЗ-214, соответственно, здесь проходит ипотека всех ведущих российских банков, маткапитал и также в договоре указывается полная сумма. Не во всех квартирах указывается полная сумма. Здесь, ну, узнавайте индивидуально уже. И также здесь существует рассрочка. Рассрочка до конца года, беспроцентная рассрочка. Сейчас она действует на квартиры от 88 квадратных метров. Вот. По площадям поменьше. Она уже обговаривается индивидуально с застройщиком. Вот такую важную информацию я чуть не забыл. Ну что, давайте подведем некий итог. Поделюсь своим субъективным мнением. Понравилось или не понравилось. Ну, на самом деле, конечно, понравилось. Но, конечно, вы мне даже напишите, наверное, в комментариях. Многие поставят мне дизлайк. Цена, конечно, такая довольно-таки дорогая. 200-250 тысяч за квадратный метр. Конечно. Но находится комплекс в центре города, можно сказать. Вот такая элитная отделка, так скажем, холов и всего остального. Кстати, дом, когда строился, он строился по технологии монолитный каркас. То есть это монолитный каркас, соответственно, и блочное заполнение. Заполнение там идет пеноблоком. Ну, не совсем это, конечно. Это не очень будет хорошая шумоизоляция, чтобы вы понимали. Ну, нужно дополнительно делать шумоизоляцию в квартире. Так, конечно, комплекс классный. Слава богу, начали делать хоть какую-то придомовую территорию, озеленение, детские площадки, спортплощадки. Для зрителей, которые из Москвы, может быть, из больших крупных городов, это покажется, ну, каким-то, само собой, разумеющимся. Но у нас в Сочи, я вам хочу сказать, что это вообще редкость. И только в последнее время началась такая тенденция, что начали застройщики делать что-то вот именно, что можно выйти во двор, посидеть с детьми, ну, и все остальное. Вот это большой плюс, конечно. Вот. Но при этой цене, как говорится, уже большую часть в этом доме раскупили. На каждую недвижимость у нас в Сочи найдется свой покупатель. Наверное, камера очень трясется, друзья. Ну, наверное. Ну, в принципе, все. Кого заинтересовало, конечно же, обращайтесь. Сейчас вы увидите мой номер на ваших экранах. Также у меня есть группа ВКонтакте, в которую тоже можно добавляться. Там тоже свежая информация по новостройкам в городе Сочи. Также у меня есть еще Инстаграм. Тоже добавляйтесь, друзья. Следите за недвижимостью в Сочи. Всем пока. Всем прекрасного дня. Сочи.